МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ежегодно в мире от врачебных ошибок умирают сотни тысяч людей. Ещё больше становятся заложниками неправильных диагнозов. Только в Казахстане в прошлом году было возбуждено 400 уголовных дел против медиков. Общественники уверены, врачей необходимо жёстко наказывать за подобную халатность. Ведь зачастую ошибки эскулапов невозможно исправить. Кокшетау. Врачи по ошибке удалили девушке грудь. Гнойное воспаление медики перепутали с раковой опухолью. А в Южном Казахстане горе эскулапы не увидели на рентгене у пациентки сломанных рёбер. Женщина спустя несколько дней скончалась. За ошибки врачей алматинка Татьяна Урубкова заплатила сполна и в прямом, и в переносном смысле. Её дочери уже два года не могут поставить правильный диагноз. Каждый месяц у семьи уходит порядка 100 тысяч тенгена лекарства и бесконечные обследования. Четырёхлетняя Вика не играет со сверстниками, целыми днями сидит дома, несколько раз в месяц у ребёнка случаются приступы. Гнойная ангина. Такой вердикт вынесли медики. Затем последовало ещё несколько диагнозов. Выставили диагноз эпилепсии. Нам сказали, что у нас это идёт с рождения. Сказали, что врачи упустили, сделали ошибку, не посмотрели УЗИ, которое делали детям в три месяца. Идёт с трёх месяцев. Ей сделали УЗИ, но УЗИ уже показало, что у нас энцефалопатия, надо было лечить. Но врачи сказали, нет, у вас просто давление внутричерепное, и всё. Получить инвалидность на ребёнка Татьяна не может несколько месяцев. Сначала отправляют к одному врачу, затем к другому. Многочисленные жалобы Татьяны дают положительный эффект. Правда, на короткое время. Затем всё снова встаёт на круги своя. Беготня по кабинетам и бесконечные просьбы. Мне пришлось звонить в Минздрав, жаловаться. То есть всё через Минздрав у нас. Лечь в больницу через Минздрав, получить лекарство какое-то через Минздрав. А потом относится такой, здравствуйте, и вот так вот к нам. Я хочу, чтобы врачи нормально начали относиться к моему ребёнку, поставили правильный диагноз, назначили лекарства. Врачи нам напрямую говорят, ну умрёт, так умрёт. Скорая нам говорит. Родите нового ребёнка. По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, в прошлом году больше всего уголовных дел в отношении медиков было заведено в Алматы. В Астане – 46, столько же в Карагандинской области. В Южном Казахстане – 45, дело Восточно-Казахстанской области – 41, Казалардинская – 38, в Павлодарской – 33. Обиженные пациенты не всегда доводят дело до суда, говорят юристы. Ведь доказать врачебную ошибку крайне сложно. На сегодняшний день в действующем законодательстве как такового понятия не существует врачебная ошибка. Насколько я знаю, даже в медицинской терминологии не употребляется такой термин. Поэтому, если исходить из соображений того, какая ответственность за это предусмотрена, ну, в первую очередь, это норма уголовного кодекса и административного. В стране не раз поднимался вопрос о независимой медицинской экспертизе. И сейчас такие институты работают в Казахстане. Однако стоимость их услуг варьировалась от 250 до 300 тысяч тенге. Между тем, начиная с сентября текущего года в Казахстане стартовал проект «Информационная политика и пропаганда повышения имиджа работников здравоохранения». В рамках этой программы медицинская экспертиза проводится бесплатно. Правда, срок у этого проекта ограничен и будет действовать всего полтора года. Сами медики отказываются от комментариев на такую щепетильную тему и на вопрос, почему количество врачебных ошибок не уменьшается, отвечают, что медицинский прогресс удлиняет список заболеваний, в том числе и тех, которые сложно диагностировать. Между тем, эксперты отмечают, еще одна из причин врачебной халатности – слабая подготовка медицинских кадров. Для оказания качественных медицинских услуг у врачей нет мотивации, отмечают общественники. Так, например, начинающий врач получает порядка 50 тысяч тенге. При этом молодые специалисты могут рассчитывать на стимулирующий компонент, который выплачивается раз в квартал за эффективную работу. Суммы бонусов не превышают 140 тысяч тенге. При этом зарплата квалифицированного эскулапа составляет 115 тысяч тенге, а работника среднего медперсонала – 80 тысяч. Для справки, средний уровень заработной платы в Казахстане в сентябре текущего года не превышал 120 тысяч тенге. Пациенты тоже частые виновники медицинских ошибок, говорят медики. Ведь многие сначала скрывают свои симптомы и занимаются самолечением. Та стартовая ситуация, на которой пациент был изначально, он полностью стирается. И, соответственно, развивается другая уже, не специфичная клиническая картина, которая также вводит врача в заблуждение. По данным соцопросов, в Казахстане 92% опрошенных занимаются самолечением. Свыше 40% принимают лекарства, не проконсультировавшись с врачом. И 53% принимают антибиотики без назначения специалиста. За свои ошибки медики будут отвечать кошельком. В Казахстане в 2016 году планируется ввести страхование профессиональной ответственности врачей за причинение ущерба здоровью пациентов. В Республиканском центре развития здравоохранения пояснили, что компенсация будет возмещаться пациенту в случае медицинской ошибки. Для этого даже создадут независимый фонд, в который будут делать взносы медики и государство. Компенсация человеку за вред, который он получил, должна дать возможность человеку лечиться, я говорю, даже за рубежом, в более профессиональной клинике. То есть 10 миллионов тенге – это достаточно большая сумма, чтобы лечиться или даже в Израиль, или в Германию. Однако некоторые эксперты считают, что такой механизм не повлияет на халтуру эскулапов. В свою очередь страховщики видят решение проблемы в введении обязательного медицинского страхования. Если человеку необходима какая-то дорогостоящая операция, он должен иметь возможность эту операцию получить. И я надеюсь, что введение обязательного медицинского страхования позволит произвести селекцию клиник. Причем я думаю, что участвовать должны как государственные клиники, так и частные. В последние годы во всем мире активно развивается медицинский туризм. Тем не менее, даже пациенты самых знаменитых мировых клиник не застрахованы от врачебных ошибок. В Германии, стране-лидере на мировом рынке медицинских услуг, ежегодно публикуются статистические данные о просчетах врачей. В этой стране ежегодно регистрируется порядка 100 тысяч случаев неверного диагностирования. Эта статистика помогает немецким медикам выяснить причины возникновения просчетов с целью их минимизации в будущем. При этом в Европе уверены, наличие статистической информации о врачебных ошибках и их стоимости и есть первый шаг в борьбе с непрофессионализмом врачей. Согласно независимым исследованиям, ежегодно только в Великобритании из-за ошибок медиков погибает 30 тысяч человек. В США 98 тысяч, в Германии 25. Со следующего года врачебная ошибка станет уголовно наказуемой. С января 2015 года вступает в силу новый уголовный кодекс. Принят новый уголовный кодекс, согласно которого был немножечко лучше прописан состав данных правонарушных преступлений и ужесточена ответственность. Если раньше ответственность составляла от 100 МРП до 2 лет лишения свободы, то есть сейчас ее увеличили от 400 до 7 лет в случае, если врачебная ошибка повлекла смерть нескольких граждан. Между тем, некоторые эксперты считают, что решать проблему врачебных ошибок нужно не только ужесточением законодательства, но и усилить контроль над лекарственными препаратами. Ведь именно неправильное назначение препаратов, побочные действия и аллергические осложнения – самые распространенные просчеты врачей. Ужесточение, во-первых, никогда не приводило, скажем так, к надлежащему выполнению обязанности. Во-вторых, ну, на мой взгляд, причина, наверное, в другом. Причина – это в недостаточной конкурентной среде в этой области. Дефицит кадров – еще одна причина врачебных ошибок, говорят эксперты. Сегодня в стране не хватает почти 6 тысяч медработников. При этом в профильном министерстве отмечают, к 2017 году в стране решится и этот вопрос. Было увеличено количество студентов, обучающихся на гранте до 3 тысяч. Уже в следующем году они должны приступить к своим обязанностям. Казахстанские врачи не ошибаются, а средняя продолжительность жизни казахстанцев увеличилась до 80 лет. Пожалуй, такими фантастическими на сегодня заголовками будет пестрить отечественная пресса в недалеком будущем. Однако сегодня каждому необходимо помнить, чем раньше вы обратитесь к врачу, тем точнее будет поставлен диагноз.